приветствую всех гостей и подписчиков на своем канале сегодня я решила что будет гораздо проще если я буду вышивать не процесс который который нужно заглядывать постоянно в схему изучать что какие крестики нужно вышивать а тот которому же все ясно производитель все продумал и мы берем моих снегирей одни одета один из моих текущих процессов на канвас нанесенным рисунком вот смотрите уже 33 цвета у меня не используется я перемотал и бисер о чем будем говорить пока толком я не придумал наверное отвечу на вопросы тега вот у меня здесь 1 который я вижу это вышивальный парадокс ну и так поговорим в общем о том о сём вместе повышиваем для начала хочу хочу сказать у меня вот тут наболевшая тема такая есть со вчерашней ночи вот это потянулось я не знаю вообще что руководить нами вышивальщицами иногда и откуда это все что берется вот эти все желания понимаете я не люблю маленькие работы я всем уже об этом говорила то есть мне не нравится вышивать маленькие работы да и я не люблю особо вышивать бисером но тут вчера как каким-то случайным образом у меня в рекомендованных видео попалось видео о готовых работах милхилл и об оформлении этих работ я была ну как бы очень удивлена я посмотрела это видео и все со мной произошло что-то невообразимое мне очень захотелось вышить хотя бы один набор милхилл цены конечно вы все знаете на эти наборы это минимум 850 рублей самый минимум а если уж брать но их цену в среднюю это где-то 1000 1200 рублей за маленький пакетик в котором будет у вас сложен бисер милхилл перфорированная бумага в большинстве своем и схема с нитками демси платить там в общем-то не за что я решила так разобраться посерьезнее в этой теме залезла вчера на сайт и полазила посмотрел очень дорогие наборы дорогие дорогие и если покупать отдельно бисер на этот набор отдельно перфорированную бумагу все это под знаком милхилл продается продается все отдельно можно купить вплоть до того что можно купить рамку милхилл оригинальную если все это покупать по отдельности получается еще дороже я уже не говорю о тех шармиках или как еще называют практически каждый набор милхилл а я имею ввиду картинный набор то есть всякие снеговики и прочим меня вообще не интересует вот эти вот всякие шармики там снеговички они туда лепят звездочки бабочки их вообще нигде не найти я нашла один сайт которым можно купить различные но бисер милхилл а вплоть до некоторых даже бусин которые тоже продаются для этих наборов специальная перфорированная бумага продается под номерами для каждого набора то есть принципе находи себе схему и покупай комплектующий вышивай это невыгодно если вы снимаете что там очень-очень много различных видов бисера и вот на каждый набор нужно там по 6 по 7 видов бисера допустим на вы покупаете бисер минимум стоит там 150 рублей да вы покупаете бисер который даже будем максимум брать 5 грамм продается там их штучек 400 500 будет хотя вам нужно из них допустим 50 и все это вместе вместе с перфорированной бумагой за 7 вот я прочитала мне вышло один набор мне обойдет в 1600 рублей ну что это за обдираловка не я понимаю конечно очень красиво получается просто там до безумия красиво и каждый набор почему мне это все понравилось каждый набор это прям ювелирная работа этим он и красивый то что каждую бисеринку ты при на свое место пришиваешь у тебя каждую там ниточку и у тебя образуется в итоге готовая картина из ничего это вот как мозаику складываешь но это то же самое что вышивка крестом можно так сказать обычная вышка без бисера без всего но это какая-то такая особая ювелирная вышивка и готовый результат хоть и маленький но там много-много чего задействовано вплоть до шармиков и конечно в оформлении даже в простые оригинальные рамки милл хилл эти наборы смотрятся просто чудесно я не знаю хватит насколько меня хватит смотреть на это все да насколько жабы меня дальше будет душить сюжет что я хотя бы один набор милл хилл мне надо себе приобрести но с другой стороны ради одного набора платить за доставку ну наверное все таки приобрету два вот сейчас сижу тоже на сайте смотрю им хочется взять и не знаю какой они все мне нравятся все красивые а уж оформление вообще чудесная у них ну и даже если брать и заводское оформление о том что заводское если заказывать у них с рамки их специально так вышивающие с черным цветом ошибиться здесь сложно оранжевые клеточки это черный цвет будет у меня большой милл хилл потому что здесь тоже бисер в комплекте но естественно это все гораздо дешевле чем милл хилл очень скоро если я себе не приобрету этот набор то хотя бы один набор то мне начнется вот эти вот внутреннее поедание ты что не купила давай купи не жмоти маленький но красивые так далее да знаете человек который привык собирать наборы самостоятельно которым это нравится да это я и тут покупать готовый вариант причем готовый маленький платить за него такую сумму если еще и 2 до сразу же в голове всплывает но может быть ты найдешь себе что-то равносильное купишь нормальный набор вышлишь красота а знаете сколько рамки эти мелхилл стоит вот это обычная квадратная рама на маленький набор мелхилл она стоит 1600 рублей я тоже удивилась тому чему там стоит 1600 рублей а просто такого больше нигде нет все фирменная пожалуйста хочешь себе фирменную красоту давай разоряйся потом же я знаю если мне понравится у меня все это на одном наборе на 2 не закончится я захочу еще мне надо будет обязательно покупать еще и так что это получится я заброшенное все остальное буду покупать эти мелхилл вообще разорюсь совсем совершенно на них навешиваю себе коллекцию я такой человек склонный к коллекционированию у меня вот все что в детстве вот эти были всякие тамагочи в мое время монстр кепсы значит дискеты всякие для приставок у меня все это коллекционировалось потом это все перешло во взрослую жизнь я тоже начала коллекционировать все и что же сейчас эти мелхилл и опять все мне снесет крышу просто снесет и вот себе опять сижу думаю хотя в один набор купи один набор но я же знаю что будет дальше не закончится все на одном наборе ну что ж это вот я вам издала душу про мелхилл кстати хочу сказать что так неудобно вышивать когда еще вот съемка идет еще одной рукой может быть мне это все дело запялить но запялить не охота как потому что так лучше я буду вышивать на руках просто я не люблю запяливать эти китайские наборы потому что ты быстро отшиваешь один участок а с этими пальцами нужно туда-сюда их переставить я не люблю может ленивая ну да ладно так видно вам что-то тут или нет наверное нет вышиваю для себя что называется окно вот так еще более-менее хоть все равно получается одной рукой ладно давайте все равно как как есть вышиваем и поговорим значит так у нас от даши до баре называется вышивальный парадокс сразу говорю к вопросам тега не готовилась будут тормозить и даже вопросы не читала так вопрос номер один я вышиваю но не вижу готовую работу себя в интерьере бывало ли у вас такое и если да то расскажите о судьбе таких работ я вам больше скажу я когда вышиваю я ни одну работу не вижу себя в интерьере я не вышиваю специально работу для того чтобы ее себя повесить я просто знаю что если вышиваю большую работу и красиво то я обязательно найду ей место у себя дома сейчас скором времени мне предстоит переезд поэтому все эти мои карты я уже мелкие картины свои отдала которая оформляла сама всякие домики лисички то с чего начиналась моя вышивальная карьера оставила только себе собачку который вчера снимала видео и чайник синий от панны готовую работу остальное все отдала маме говорю отнесешь на дачу любуйся на даче все наборы все подборы свои я вижу то что они мне просто нравится и все я поэтому и хочу вышивать а видеть их в интерьере знаете это же когда прихожу в багетную мастерскую я не ориентируясь на цвет своих обоев или интере как какой-то мебели в интерьере для того чтобы повесить свою картину я исключительно ориентируясь на то как какое оформление больше подходит моей данной работе моей данной картине и уже исходя из интересов до своих из своих вкусов я эту работу оформляю скором времени сниму вам про свои оформленные готовые работы кстати подписывайтесь чтобы не пропустить это видео и там вы увидите что все мои работы они оформлены по-разному и оформление исключительно подходит каждой картине но нет нет у меня серии оформления для того чтобы подходила к моему интерьеру поэтому я стараюсь большие работы конечно оформлять но в интерьере у себя их я вижу с трудом думаю может быть биндером это все заколоть же не знаю что двумя руками вышивать попробуем биндер так значит руку вниз одно наверх что-то не как все не могу и приноровиться так ладно вот так попробуем если была нитка короче получилась получше так вот так видно наверное все для вас надо как-то так сориентироваться чтобы вам было удобно смотреть они мне вышивать так ладно перейдем дальше к вопросу вопрос номер два я знаю что очень быстро остываю к определенным сюжетом и вкусом не постоянно меняются на все равно покупать 25 набор 25 набор свою коллекцию ничего я не остываю вкусы меняются не так быстро но все мои наборы которые у меня есть я планирую вышивать единственное что за исключением некоторых наборов которые я собираю сама просто в стол собираю потому что мне хочется просто подобрать нитки подобрать канву подобрать сюжеты и положить его чтобы он у меня был стол ну или может быть в дальнейшем для кого-то просто мне бывает скучно это мое хобби до собирать набор вот мне захотелось собрать набор перу перри набор собираю по нему набор и все вышивать его принципе не планирую но все те наборы которые я покупаю для себя я покупаю осознанно и планирую вышивать их всем я не покупаю маленькие наборы хотя наверное скоро это закончится и не ухил таким покупать я буду если жаба не задушит и все эти большие наборы я даже вижу просто как они красиво будут смотреться у меня и и мне хочется их вышивать но пока что я не могу себе это позволить так пока развела вот четыре процесса надо с ними заканчивать а потом уже буду начинать даже не знаю какое количество процессов мне в принципе комфортно иметь постоянно до раньше я думала может быть два процесса сейчас вроде как 4 и тоже ничего страшного потому что один из них это мои тигры бенгальские процесс который затянется на очень долго на года и и так как он в списке процессов будет ближайшие три года незаменим и не уйдет из списка процессов как вышитый законченный да то еще мне нужно хотя бы минимум одна работа до одна большая допустим работа какая-то ну или средняя ну вот как эти снегири еще хочется продвигать маленькие то есть это уже третий набор должен быть до маленькие маленький набор и возможно китай 4 китай тоже нужно расшивать меня его много то есть получается один большой грандиозный постоянный основной процесс второе это любой китай 3 маленький наборчик какой-нибудь петит может быть или какая-нибудь отдыхал очка и 4 что этом говорила 4 это второй основной процесс из больших но не громоздки наверное четыре процесса как раз это мой комфортный все таки на случай комфортное вышивание и чтобы не хотелось начинать что-то еще так вот вот думается значит получается что если я закончу вот этих вот снегирей я начну еще один китай когда я закончу свою своих тигров огромных я начну какой-нибудь химеру и листы или еще что-нибудь огромное либо какую-нибудь свою схему до по типу и 100 и громоздкую дальше когда закончу я фильм ошу я возьму какой-нибудь петит и когда закончу своих павлинов подарю маме я начну что-то вроде гобелена от лука с розы в корзине да вот как раз и решила все это вместе с вами сейчас полезно все-таки снимать болтологические видео потому что приводишь свои мысли в порядок а еще полезнее болтологических видео вышивать китайские наборы с чем я буду сейчас заниматься и вообще в ближайшее время когда буду снимать вам такие видео потому что очень-очень это удобно и не надо думать о схеме нужно думать только о вопросах того же самого тегом так переходим к вопросу 3 очень нравится картинка на желать бы такое не стало бывало да мне очень нравится религиозные сюжеты мне нравится и как выглядят иконы иисус но я не буду это вышивать по крайней мере в ближайшее время не буду потому что как-то мне стремненько что ли без благословения вышивать крестом лики до святых людей я не такая уж прям религиозная да но считаю что все что не установлена все чего я не знаю там возможно тоже все поэтому давайте вот представим что все религиозные вещи которые нам говорят до которые мы знаем о существовании которых это истинная правда то есть проверить это мы не можем но представить можем что это правда ну и то что нельзя так делать без благословения до нельзя без благословения вышивать лики святых людей и не обязательно людей просто лики святых может быть они как-то состоят из чего-то другого мы привыкли все тело тело может быть там одна душа но никто не знает в общем и мало ли к чему это может привести то есть да я я боюсь вышивать если вот я приду к священнику и спрошу у него до батюшки даст и он не даст благословение на вышивку святых то я да я бы наверное вышила но все равно здесь какая-то я чувствую ответственность то есть у меня в голове постоянно разные мысли я могу вспоминать было и прошлое могу не очень приятные вещи вспоминать во время вышивки и во время вышивки у меня все мысли как-то структурируется но нельзя же думать о плохом и вышивать какой-то светлый образ и специально себя настраивать на то что думай-думай о хорошем когда вышиваешь ты должна думать только хорошим вы понимаете я хочу заниматься своим хобби и не настраивать себя на то что я чего-то кому-то должна а тут извините как бы мы должны да поэтому не знаю я немножко опасаюсь вышивать хотя мне очень нравится особенно вот бывало когда прихожу в церковь это раньше уже давным-давно там не было это мое упущение и однажды я видела как освещают иконы бисерные иконы причем там кроме бисером бы были еще какие-то камни в общем много много чего я просто вот взглянула и это меня аж ослепило к своей красотой вы не представляете к эта красота может быть как раз это была одна из тех работ которые сейчас продаются на сайтах за 17 18 тысяч такие наборы продаются для вышивки икон там разные камни входят комплекте бисер там какой-то шикарные какие-то рубины общем счетом только нет и может быть это как раз был тот случай когда купили такой набор и вышли да но я была в шоке я посмотрела не могла глаз отвести от этой красоты то есть там любая картина принципе любая картина вообще отдыхает того что я увидела и второй вопрос вот ты вышел такую картину до икону шикарный красивый у тебя получился результат ты что это поставишь у себя дома да вот куда у тебя что как бы церковь дома или что но там да понятно там у каждого может быть религиозного человека есть какой-то уголок как у наших бабушек да там иконы стоят или хотя бы одна икона висит но что-то такое да но вот если мне вообще нравится религиозные сюжеты по идее я бы их вышивала и вышивала куда я это все дену в церковь отдавать ну мне не жалко да но постоянно вышивать чтобы это отдавать тоже как-то уже благотворительностью попахивает можно и так сделать но не знаю не знаю вот это как раз такие картины такие сюжеты которые я бы наверное вышивать не стала дальше не стала бы вышивать откровенные постельные сцены и делать по ним схемы да вот мне нравятся эти картинки мне кажется что это эстетически красиво смотрится но понимаете вешать такую себя дома где есть дети и дарить кому-то да вот такое или прям откровенную обнаженку я бы не стала а просто обнаженку вышить можно допустим девушку с красивыми формами ним не мужика простите там ну вы поняли меня да а красивую девушку потому что все таки не эстетично вот любая мужская обнаженка это ну не вышивабельно я бы так сказала и смотрится как-то ну у бога что ли может могут люди подумать что это за такое извращенное восприятие человека да но конечно если вот как раньше аполлон или еще кто-то но сейчас аполлона найти тяжело да просто будет выглядеть как мужчина с хвостиком скажем так зачем это делать ну я не сказал бы что мне это откровенно нравится ну можно допустим найти какое-то такое вот фото или видео из которого можно вынуть фото как-то представляете заходите вы домой к своей подруге да допустим рукодельный и видите у нее мужик голый вышит ну чтобы вы подумали ну там они да другое дело у нее девушка там выше тогда вот по моему золотого руно есть такие девушки как голая грудь и волосы спадающие руки вверх не помню у кого это это как бы кажется красивым а просто голый мужик там да да даже мужик одетый в трусы все равно это смотрится как-то смешно ну согласитесь да я вот такой вышивать не стала но всех свои вкусы может быть кому-то нравится там мужчина стрингах да вот вышел себе мужчина стрингах и смотришь на него радуешься всем показывать но я считаю что это только в юмор можно перевести только для юмора такое вышивать но нет нет никак для того чтобы там любоваться и за дня в день там на него и смотреть можно конечно наверное вышить своего мужчину сделать схему выше всего мужчину но такое извините картину даже на оформление нести как-то стыдно вот что тебе подумают но даже не в этом дело что тебе подумают а как бы ну ты оформил ты вообще если это отец твоих детей да вот ты как это доме повесишь шкафу ты это будешь держать ну в общем как бы так да такой вот ответ давайте с вами ответим еще на один вопрос 4 что-то я заговорилась и даже смешно стало простите так 4 в наборе димсим и в моточках димсим а в цвета разные бывало бы вас такой если да то с какими производителями с производителями димси дело в том что от партии к партии нитки совершенно разные не каждый раз так бывает что нитки абсолютно разные до или нитки ближе близких оттенков похожие но но разные все равно не каждый раз есть от партии к партии раз на раз не приходится но в основном разные партии один и тот же цвет мулине он отличается друг от друга они отличаются и это все общеизвестный общепризнанный факт что с нитками дименша в том числе происходит и с нитками димси такое происходит и с х с и со всеми остальными происходит тоже поэтому удивляться не надо с какими производителями со всеми такое происходит оксана дериза сравнивал недавно два набора димэншенс оригинальных в одном нитке из набора димэншенс и другой который она собирал сама и другой набор димэншенс уже с нитками вложенными в общем нитки цвета все разные в одних и тех же наборах и дизайнах так что не удивляйтесь это я уже знаю я как бы совершенно к этим ниткам претензий не имею и производителям знаю что это нормально и если нитки так как человек я собираю сама наборы если нитки чуть-чуть по оттенку отличаются то в на в не в многоцветках это значение имеет просто картина приобретает немножко другой вид но никак не позорный если у вас цвета на лице если вы вышиваете многоцветку конечно даже малейшее различие в оттенках может вам всю картину испортить так вопрос номер 5 нравится как выглядит работа на определенном каунте но ненавижу на нем вышивать бывало нет мне нравятся наборы которые работы которые выглядят на восемнадцатом каунте хорошо да хотя вот я сейчас задумалась поэтому несу неправильно строю предложение я вот в ближайшее время хочу попробовать вышивку на гобеленовой сетке так что там не прервалось опять сосед начал взял дрель и как всегда когда мне нужно что-то снимать он начинает свое строительство строительство у него длится уже несколько лет причем начинается тогда когда это самый неподходящий момент сейчас около часу дня он строит ладно гобеленовая сетка так что-то я когда нервничаю мне все выскакивает гобеленовая сетка да я хочу попробовать вышку на гобеленовой сетке и уверена что на ней будет смотреться картина просто шикарно а вот вышивать на гобеленовой сетке очень сложно потому что я привыкла вышивать без разметки и по цветам на гобеленовой сетке нужно сшивать по разметке и парковкой так что у нас дальше вопрос номер шесть очень хочется отшить парную работу или триптих есть специальное место на стене на после отшивы 1 2 3 вышивать уже не хочется что делаем я не хочу вышивать триптих и мне они не нравятся он большинство триптихов по мне смотрится громоздко и убого да простят меня люди которым это нравится но на вкус и цвет товарищи нет никогда не буду вышивать триптих потому что я считаю что это лишняя трата моих трудовых возможностей ресурсов когда столько много дизайнов и столько много картин которые лежат стали их нужно вышивать наборов тратить время на триптихи особенно всякие там черно-белые или но я не знаю много много чего есть такого все они громоздкие по мне и это совершенно ну не хочу но и гипотетически если отвечать на этот вопрос и представить да что после вышивки 1 работа вторую третью вышивать не хочется я бы оформила первого повесила и даже если бы она смотрелась что делать против себя вышивать бы я не стала против своего желания не понимаю почему видео постоянно прерывается я уже не трогаю камеру да на на телефоне у меня все равно прерывается так давайте дальше ответим может быть все таки удастся закончить этот тег хотя все это с таким конечно трудом что удивительно не знал почему что так сложно снять видео и по времени и это затратные по времени и по вообще человеческим своим ресурсам и по техническим тоже возможностям так вопрос номер 7 я вышиваю долгострой только из принципа его закончить но не хочу его вышивать это про вас до почти про меня я не хочу вышивать ленгальских тигров пока что потому что у меня длится все очень долго и муторно я этих тигров уже полтора года не вижу увидела за это время только один хвост и то кончик хвоста чтобы увидеть тигров мне нужно вышивать и вышивать то есть я вышиваю пока что вообще не вижу никакого результата ради которого хотелось бы вышивать дальше и продолжать и это мой долгострой на долгострой но извините это размер 800 на 440 крестиков вы понимаете что я замахнулась в начале своей вышивальной карьеры на очень большой объем работы и совершенно не соизмерял я свои силы и возможности со своими желаниями это как раз тот вариант когда очень хорошего высокого себе мнения да что я все умею все смогу буду долго вышивать но вышью может она так вот так и есть да в конце концов я добью его и выше но каких трудов мне это стоило то есть если бы я сейчас не сказали бы начинай эту работу и вышивай то есть с нуля нет ни за что я бы даже эту канву взяла и пустила бы на аппетиты димовские но но никак не стало бы вот это вот все мусолить вышивать хотя конечно да еще раз повторюсь что итоговый результат тех кто осилил эту работу он просто потрясающий так дальше вопрос номер восемь подарили набор сюжет не нравится вышивать не хочется но передаривать или продать рука не поднимается это же подарок бывало ли такое нет ничего не бывало такого потому что мне никто ничего не дарит у меня нет вышивальных подруг с которыми я общаюсь постоянно а всем остальным как бы на моё хобби до моего хобби нет никакого дела и если даже мне что-то и дарит то это деньги да я всегда прошу мне дарить деньги что же такое прерывается и прерывается давайте посмотрим простите за технические неполадки вопрос номер девять главное для меня это как выглядит лицо работы ладно главное для меня это как выглядит лицо работы но в процессе отшива я всегда думаю как же там моей изнаткой и пытаюсь вышивать идеальной изнанкой это про вас да нет я вообще не не задумываюсь мне все равно какая у меня изнанка сейчас покажу вам изнанку на птицах раз уж такой вопрос возник так вот вот изнанка не считаю ее прям слишком плохой или слишком хороший изнанка как изнанка чем больше мы учимся вышивать чем лучше мы вышиваем тем более мы знаем как закреплять нити как работать по принципу наименьше протяжки и поэтому с каждым годом наша работа становится все красивее и красивее со своей прекрасной изнанкой мне все равно на изнанку я извините оформляю не попой работы лицевой стороной и вообще никогда еще какая-то плохая изнанка у меня были поверьте и похуже не стало причины того что моя работа оформленная выглядела как-то плохо поэтому на изнанку мне все равно никто ее не смотрит никому она не нужна и я вообще не знаю смысл заморачиваться да если это равномерка у тебя какой-то сэмплер да то да есть смысл наверное некрасиво будет смотреться оформленная работа с протяжками затяжками на задней стороне и вообще с торчащими кончиками не тогда тогда надо а когда ты вышиваешь на обычной аиде тем более 14 до чего там задумываться особенно когда полная зашивка лишнюю себе работу находить то не вижу смысла так добрались мы наконец-то до последнего вопроса вопрос номер 10 мне нравятся определенные цвета и оттенки но вышивать ими не люблю это про вас как может нравиться оттенок которым не любишь вышивать ну может быть да любителям черного цвета не нравится вышивать черным на черной канве или любителям белого цвета но остальных цветов как бы имени понять этот вопрос как он пришел голову автору тоже но странно каждому свое конечно надо послушать все таки надо послушать как на этот тег ответили другие вышивальщицы так вопрос номер одиннадцать превью набора или схемы не очень а результат получился потрясающий или наоборот очень нравилась картинка результатом осталось недовольно бывало ли такое сплошь и рядом бывало но к сожалению не назову вам я сейчас название этих наборов потому что они не запомнились потому что вышивала их я не сама но я видела разницу в превью и в вышитой конечной работе у девочек в интернете и это конечно удивительно да а могу сказать вам что значит есть мп студии такой наборчик где черепаха плывет череде таких полукрестиков много-много полукрестиков и вот эта черепаха превью вообще ни о чем в жизни никогда бы не купила этот набор если бы случайным образом не увидела отшив на превью тусклые нитки вообще тусклая какая-то мультяшная картинка но девочки в интернете когда вышли я посмотрела случайно от рекомендованных как-то называется дары море что краски море что такое не помню в общем черепашка плывет там рыбки еще какие-то такой недорогой наборчик две с чем-то рублей стоит там потрясающие нитки внутри у меня есть от набора я его купила только после того как посмотрела да такая красотища я его может быть да да начну после того как закончу маленький свой набор филимошу вместо аппетита пока маленькие будем вышивать да вот короче говоря вы увидите что превью очень очень сильно отличается от готового результата может быть даже прям покажу вам в плейлисте отдельный по нему сделаю а может быть просто сниму от начала до конца есть процесс работы над одним набором потому что он небольшой думаю будет легко его быстренько вышить так ну что ж дошиваю с вами последние крестики но в этом участке в этом фрагменте уже будем закругляться потому что сейчас буду пытаться как-то склеить все эти фрагменты видео в power директор или как там называется это монтажная программа в котором видео постоянно прерывалось зашиваем последний квадратик и спасибо всем за внимание всего вам хорошего всего вам доброго смотрите мои видео подписывайтесь на канал пока у меня получается снимать болталки но судя по тому что у меня видео выключилось сегодня наверное раз десять я думаю что что то что то какие то неполадки у меня с моим оборудованием есть и все же попытаюсь выдать вам более или менее смотрибельный готовый результат чем сейчас я как раз и займусь а потом продолжу вышивать своих птичек спасибо еще раз за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал и пока